Штефан и Яник работают электриками. Оба пользуются бокорезами и отвертками. В то время как большая сумка Штефана заполнена разными клещами, Яник обходится только одним инструментом – монтажными клещами Книпекс. Добрый день! Как нам известно, Штефан и Яник работают в Европе. И в Европе они получают в евро. Но на данный момент по курсу, который у нас сейчас в России, Не каждый себе сможет позволить приобрести инструмент от компании Книпекс. И я предлагаю вам обратить внимание на вот такие универсальные клещи, Тоже 5 в 1, от компании Шеффил. Я их заказал за 24 доллара. На данный момент это где-то около 1500 рублей. Книпекс мы можем приобрести где-то от 4500 рублей, ну и выше. Посмотрите, пожалуйста, данный обзор. Возможно, вам будет интересно. Итак, приветствую вас, дорогие друзья! В прошлом видео у нас была распаковка данного девайса, заказанного из Китая. Сегодня будем его разбирать и смотреть, что он может. Как мне в прошлый раз под моё видео написали, почему вы снимаете какие-то там картинки, да, Показывайте реальные вещи. Вот, я его всё-таки заказал и покажу сейчас вам его как реальную вещь. Итак, давайте посмотрим, что у нас на упаковке написано. Значит, первое это у нас Климп. Климп это типа как зажим, ну, обычные пассатижи, утконосы. Да, называется это у нас Шеффилд, 5 в 1, мультитул. Далее у нас идёт стрип зачистка. Далее Шер ножницы. Вот они, данные ножницы. Климп зажим. Вот он здесь. И ремонинг бур. Ну, ремонинг бур, это получается вот эта вот рифлёная часть для снять заусенницей в трубах. Ну, не знаю, у меня трубы толстая нет, но примерно вот так вот. Итак, что дальше? У нас имеется фиксатор. Фиксатор подпружиненный. Выглядит всё довольно-таки сделано аккуратно. Двухкомпонентная тоже рукоятка. На рукоятке у нас изнутри, если видно, я не знаю, написано варнинг. Осторожно работать с очками и не работать под напряжением. Покрытие какое-то чёрное. Похоже очень сильно на вот этот Титан Финиш, который у нас также на Гроссах, на НВСах. Здесь имеется винт. Ну, на мой взгляд, очень похожи они на вот эти вот жёлтые американские. Я не помню, как они называются. И большое сходство имеет с Книпексом. Но сейчас, наверное, вставлю просто сюда фотографию. Посмотрите, похоже, не похоже. Так, далее, что мы имеем. Ну, от Книпекса отличается только тем, что у Книпекса вот этот вот зажим идёт вот здесь вот. Точно так же, как и, ну, вот эта вот зачистная часть. Далее, при закрытой этой защёлке тоже можно брать какие-то маленькие вещи. Там, ну, может, какой-то гвоздик там подцепить, если куда-то подлезть. И давайте, наверное, ну, я не знаю, бумажку вкуснём. Что у нас тут получится? Острый, не острый? Ну, бумажку режет. Просто тут он под таким углом сделано, что было бы ровно, как ножницы. Вот, и с этой стороны я заметил, тут такая, как скос, ну, я не знаю, это, наверное, так задумано. Инструмент был смазан, защёлкнут. Ну, давайте, наверное, покусаем, посмотрим, на что он у нас сгодится. Единственное, вот я вот эту часть, сейчас попробуем гильзочку зажать. Мне вот не нравится вот эта часть. Ну, гильзу жмёт, в принципе, для чего-то пригодится. Так, кусать никакие гвозди я ничего не буду. Поэтому те, кто думает, что буду извращаться, извращаться я не буду. Так, значит, давайте попробуем откусить провод. Ну, это у нас 2,5 квадрат. Давайте сразу попробуем зачистить. Ну, конечно, зачищать им неудобно и оставляет он вот такие борозды. Так, а если 1,5 квадрат? Ну-ка, допустим, давайте попробуем. Жёсткий провод, у меня просто нету с собой проводов. Ну, зачищает. Так, и давайте покусаем. Это у нас четвёрка. Ну, кусает, на мой взгляд, неплохо. Далее, давайте, наверное, надо было всё-таки начать с мягких. Сначала вот витая пара, без проблем. 2 на 0,7. Без проблем. 4 квадрата. 6 квадрат. Так, далее, что у нас ещё? ПВС 3 на 1,5. Потом ещё ПВС 2 на 2,5. Сейчас я возьму левой рукой, мне правой неудобно. Ну, я считаю, что неплохо кусает. Так, ну, 5 на 4, наверное. Или нет, опять 5 на 2,5. Ну, тоже кусает без проблем. И для, наверное, самого такого, 16 квадрат. Ну, тоже кусает. Ну-ка, одной рукой получится, интересно. Ну, нормально. Так, давайте попробуем всё-таки зачищать. У меня нету жёсткого провода. Поэтому, ну, вот. Буду я зачищать. Так, ну, повреждений я никаких не вижу. Так, сейчас. Зачищает нормально, в принципе. Так, ну и что ещё можно тут сказать? В принципе, кромки. Я не вижу, чтобы тут с ними что-то происходило. Кромки острые. Так, и давайте сейчас попробую я ещё бумажку куснуть. Где-то она тут у меня была. Ну, в принципе, бумажку кусает. Итак, что ещё можно сказать? Ну, в принципе... Сейчас ещё я попробую куснуть. Бумажку режет. Вот, для меня, в принципе, подойдёт, как сказать, как такой дополнительный инструмент, да? Чтобы с собой там, если не таскать всё, именно там, и бокорезы, и кусачки, и обжимки, то можно, в принципе, запросто и вот таким вот инструментом воспользоваться. За свои, получается, деньги. Вот, мы имеем и зажим, и ножницы по кабелю, и зачистка. Ну, конечно, зачистка вот эта вот, показать мне особо не над чем. Нет у меня просто сейчас одножильного такого провода. Вот этот вот мне не совсем удобно зачищать. Ну, вот, зачищает вполне неплохо. Как бы это не автоматическая зачистка, а ручная. Вот такой, на мой взгляд, неплохой инструмент. Я думаю, за свои деньги он нормально поработает. 1400 рублей. Да, единственное то, что не было у меня бонуса индикатора. Там продавец раньше ложил всем бонусы. Ну, сейчас, наверное, у него акция эта кончилась по халяве. Поэтому не обижайтесь сразу тому, что не будет индикатора. Так, ну, в целом, резюме. Заказом я доволен. Опять же, тут смотрим, да, кромки у нас не повредились от меди. Конечно, я думаю, если ими кусать гвозди или там стальные саморезы, то любой инструмент можно превратить в нерабочий. Ну, довольно-таки мне понравилось. Качественно все выполнено. Ну, может быть, все-таки вот этот американский желтый тоже делается не в Америке, а где-нибудь. Или в Китае, или где там они клепают. Единственный минус, который я вот заметил, я тут посидел еще, покусал. Вот этот вот 5х4, да, вот инструмент, как вы видите, сам разжимается. И имеет он вот такую вот фиксацию, ну, точнее, не фиксацию, а конструкцию. Здесь идет винт, вот, и как гаечка, да. И когда я кусаю, допустим, там, ну, провода обычного сечения, ну, там 4, да, вот, все раздвигается, все нормально. Вот шестерочку сейчас давайте покусаем. Тоже, как мы видим, все раздвигается, все нормально. Даже вот 2х2. С половиной. Вот, все раздвигается. Ну, если мы кусаем что-то вот такое вот большое, типа 5х4, вот, вот эта вот часть уже начинает немножко затягиваться, винты, вот именно на вот таких больших сечениях. Вот, и он уже начинает хуже, как бы размыкаться, и, ну, вот, сейчас не знаю, почему вроде все размыкается, но вот в прошлый раз у меня немножко туго стали они раскрываться, вот, и я немножко ослабил вот этот вот винт, вот, и все стало нормально работать, кусать. Имейте в виду, вот этот вот винт нужно немножко расслабить будет, если вдруг у вас возникнет такая проблема. И проблема эта исчезнет. Это как бы вот из опыта уже. Ну, вот, в целом, такой видеообзор. Кому было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будет еще много всего нового. Вот, ну, а на этом все. Всем спасибо за просмотр. До новых видео и до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok